Девушки отдыхают Представители Гомельского областного объединения профсоюзов вместе с другими общественными организациями посетили около 600 ферм. Эффект действительно потрясающий. Лучше работает, начинают даже те, кто ранее образцовой дисциплиной не отличался. Это, в свою очередь, делает более реальным выполнение задачи, обозначенной в директиве номер 6. К 2020 году от каждой коровы в сельскохозяйственных организациях нужно получать до 6 тонн молока. Впрочем, в той же звезде этот показатель достигнут уже сегодня. Менее же 6 тысяч я тогда не вижу смысла вообще и работы. Для того, чтобы нам сегодня жить, нам нужно наращивать продукцию животноводства. В основном это молоко, это деньги каждый день. И если мы не будем сегодня доить 6 и больше тысяч молока на корову, не реализовывать в достаточном количестве молока и достойного качества, тогда смысла нету и жить, как мы выживать будем. Хорошо работать в сельхозорганизациях стремились всегда. Другое дело, что получается не у всех. Но к открытому акционерному обществу «Звезда» это не относится. Это хозяйство явно не в числе отстающих. Что, тем не менее, не говорит об отсутствии здесь определенных проблем. Как и во многих хозяйствах области, основная часть техники была приобретена более 10 лет назад и уже выработала свой ресурс. Ремонтом агрегатов к этой посевной в «Звезде» занимались в основном своими силами. Однако и этому резерву есть предел. Учитывая то, что мы проводим техническое обслуживание регулярно, у нас она еще ходит, но мы уже ремонтируем двигателя, практически все ремонт прошли уже капитальный. Я думаю, что еще пару лет надо менять тракторный парк энергонасыщенный, который особенно 9-8 года трактора, уже надо думать их под замену. Реально оценивая ситуацию, в Гомельском облсполкоме приняли решение об оказании сельскохозяйственным предприятиям технической помощи. От изготовления на предприятиях агросервиса наиболее востребованных запасных частей до приобретения новых машин. Для выполнения поставленных задач необходимо обновить существующий парк техники. Это аксиома. Предполагается закупка достаточно серьезных объемов техники, в том числе энергонасыщенные тракторы МТЗ-3522. Это к нему прицепной инвентарь. Трактора среднего класса 892 МТЗ, а также автомобили МАЗ и другая техника. Поэтому мы ждем, что обновление за этот год наступит, очевидно, где-то на 27%. В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья аграрному сектору повышенное внимание. В адрес всех хозяйств региона. Здесь отправили письма с рекомендациями по санитарно-бытовому обеспечению полевых работ. Принципиально ничего нового, однако игнорировать эти рекомендации на местах в областном центре не рекомендуют. Тем более, что сейчас на Гомельщине проводится мониторинг районов на предмет выполнения ими требований законодательства. В этом году соответствующие поручения уже получили Хойневские и Брагинские районы. Сегодня готовится протокол поручений по Ветковщине. Впрочем, каких-то особых требований никто не выдвигает. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что работнику для нормального выполнения своих функций необходимо, когда он приходит на работу, переодеться в спецодежду, оставить где-то свои личные вещи в сохранности. Соответственно, для этого должна быть гардеробная, как минимум, со шкафами. Там же должна быть аптечка первой медицинской помощи универсальная. Далее, в течение рабочего дня может потребуется ему помыть руки. Соответственно, должен быть умывальник с мылом и полотенцем. Ну, а в конце рабочего дня, особенно в жаркий период года, летом, естественно, нужно помыться. То есть должна быть душевая. Ну, опять же, оборудована всем необходимым в соответствии с действующим законодательством. Одно из главных требований при проведении посевной создания комфортных условий труда для работников сельхозорганизаций. На практике это понятие имеет достаточно широкий смысл. Самое главное – не допустить случаев травматизма и тем более гибели работников. В эти дни в Гомельской области проходит месячник безопасности при проведении полевых работ. Перед инспекторами поставлена конкретная задача – оказывать хозяйствам всю необходимую им помощь. Аудитов и помощи специалистам по охране труда только что, которые пришли по распределению молодые в хозяйство. Как правило, они еще с вопросами охраны труда на практике мало знакомы. И мы, приходя на предприятие, непосредственно проводим своего рода экспресс-обучение. Обозначенные в директиве номер 6 задачи понятны каждому. К концу 2020 года рост производительности труда в сельском хозяйстве должен достигнуть 40%. А уровень зарплаты в отрасли оказался не ниже уровня, который складывается в среднем в экономике. И еще несколько цифр, названных в директиве. Начиная с 2010 года, продовольственная безопасность страны обеспечивается в полной мере. А по некоторым продуктам уровень самообеспечения почти вдвое превышает потребность. На протяжении последних лет, наряду с Австралией, Новой Зеландией, Аргентиной, США и странами Европейского Союза, наша страна входит в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции и десятку мясной. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.